Вопреки обыкновению на прошедшей неделе, пальму первенства в медийной повестке захватила природа. Речь идет о паводке, нарастающем и необычайно высоком в этом году. Справедливости ради надо отметить, что на самом деле не так высока вода и уровень воды в реках и озерах в Республике Башкортостан, сколько катастрофичные последствия паводка. И вот здесь есть повод задуматься, почему же так. Ведь на протяжении последних 10-20 лет мы сталкивались и с более высокими уровнями рек, и не было вот такого, что творится сейчас, имеется в виду столь массовое и единовременное затопление такого большого количества населенных пунктов. И действительно тут есть повод задуматься и поискать причину того, что происходит. Не лежит ли эта причина в плоскости человеческого фактора и не находится ли этот человеческий фактор у нас прямо непосредственно в Белом доме Республики Башкортостан. Вопреки заявлениям, сделанным буквально двумя-тремя неделями ранее, заявлениям Хабирова и мадам Горохольской, которые нас тут заведуют предсказаниями погоды, поводок оказался резким и неожиданным. Хотя до этого, 2-3 недели назад, Хабиров всех убаюкивал тем, что вот по прогнозам мадам Горохольской и прочих шаманов от природоведения, все будет хорошо, вода будет низкой и даже ниже, чем в прошлом году. И вообще беспокоиться не о чем, но тут погода завернула поганку, как говорится, ради Фаритовичу. Таяние снегов началось очень резко. Наполнение бассейнов, рек и озер происходило с немыслимой скоростью и начались подтопления. Однако, надо понимать, что в структуре Белого дома и правительства Республики Башкортостан вот уже много лет действует постоянный указ, изданный еще президентом Хамитовым, о мобилизационной готовности к поводку весеннего периода. В рамках этого указа создается некая структура, вот этот вот антиповодковый штаб, назовем его так, как-то он иначе формально называется в документе. И этот документ описывает много-много пунктов и порядок работы всего вот этого вот штаба и всего, что связано с ним. Там есть и мобилизационные мероприятия, там есть и профилактика, там есть и самое главное, на мой взгляд, есть некое прогнозирование ситуации и так далее, и так далее. Много лет эта система работала, возглавлял ее Марат Магадеев. Никто не может обвинить меня в симпатиях к этому сомнительному персонажу, однако надо отдать должное. Все, что связано было с МЧС, чрезвычайными ситуациями и вот этими природными явлениями, Марату Магадееву, в общем-то, удавалось. Он в прошлом министр по чрезвычайным ситуациям понимал суть процесса. Все предшествующие годы, многие годы не допускались катастрофические последствия паводков, несмотря на уровень паводков, а бывали паводки и покруче, чем в этом году. И вот в этом году на фоне довольно низкой воды по уровню мы видим катастрофу, мы видим массовое затопление, мы видим уже то, чего не видели давным-давно, а именно гибель животных и уничтожение в массовом порядке имущества граждан, имеется в виду дома, постройки, мебель и так далее, и так далее. И все это связано с подъемом воды. Особенно пикантным было то, как Ради Фаритович в понедельник на оперативке не нашел вице-премьера Сагитова. Именно Ирик «Подними задницу» Сагитов, вот этот вот, на мой взгляд, самый никчемный персонаж в правительстве, управляет этим антипаводковым штабом. По сути, вот этому Ирику Хайреваревичу нужно работать один раз в году, когда поднимается вода в реках. Все остальное время ему можно открывать спортивные площадки, карусельки и заниматься всякой ерундой, перемещаясь между этой ерундой на дорогостоящем японском джипе. Но Ирик Хайреваревич во время паводка и самой кризисной ситуации вокруг наводнений уходит в отпуск. Кто отпустил этого Хайреваревича в отпуск, неведомо. Хабиров как-то так беспомощно глазами поводил по залу, а Хайреваревича нет. Кто возглавляет штаб? Где этот офицер Бравый? Но Хабиров вовсе не повелел Ирику «подними задницу Сагитову» застрелиться за углом, как это бывало раньше. Хабиров даже не вскрикнул голосом бравого ефрейтора «Ирик поднял задницу, бегом побежал на работу». Ничего этого не случилось. То есть антипаводковый штаб не работает. Все пошло на самотек. Здесь я должен констатировать такую историю. Что на самом деле это не просто какой-то высокий пафос и утонувшие овечки. На самом деле здесь мы наблюдаем возмутительный факт того, что власть в Башкирии пренебрегает своей самой главной обязанностью. Речь идет об обязанности власти обеспечивать безопасность населения. В данном случае мы наблюдаем ситуацию, когда складывается опасный фактор, который может угрожать жизни, здоровью населения Республики Башкортостан. Этот фактор несет угрозу имуществу населения, которое и так уже у нас истощено, измождено вот этой ситуацией, которая царит вокруг нас. И при этом власти Республики Башкортостан не принимают необходимых мер для предотвращения ликвидации этой ситуации. Почему в соседних регионах заранее заведомо начали взрывать реки? Почему спрогнозировали сход снега, сгор воды, таяние льдов и снегов и прочие-прочие факторы? Мы живем в 21 веке. Все эти вещи все-таки просчитываются. Может быть тогда нужно как-то заменить мадам Горохольскую, которая там выходит и гадает по звездам о уровне воды и прочих вещах. Может быть нужно применить какую-то систему прогнозов, может быть надо обратиться к специалистам. Я не знаю. Я не руководитель штаба, я не вице-премьер, который разъезжает по Республике на дорогом японском джипе и при этом ни черта не работает. В общем тут конечно огромное количество вопросов, особенно на фоне того, как в конечном итоге повели себя, например, силы вот этих вот чрезвычайных ситуаций. Я имею ввиду МЧС и прочие спасательные структуры. Вот например издание Proof.ru на прошедшей неделе опубликовало очень любопытный материал о том, в каком недоумении были жители деревни Булгакова и прилегающих деревень Крамаскалинского района, увидев как мимо них проносятся вот эти машины МЧС, когда они вызывали МЧС, им нужно было спасаться, у них вода пришла к ним в огороды и в дома. МЧС промчалось мимо утопающих в Булгакова и деревнях Крамаскалинского района, спасая видимо барахлишко Саша Сидиакин и Ксении Швыревой. Видимо там были очень дорогие шмотки, а может быть там бы склад вот этого бутика Саша, и мы не знаем, что спасали МЧСовцы, но вот так вот получилось. Это конечно возмутительная история, это в преддверии выборов четко дает понять населению республики, на что способна, на что не способна власть в республике Башкортостан. То есть если станет плохо, никто вас не спасет. Вспомните этих сгоревших стариков, кто-то спас их, кто-то позаботился о том, чтобы они не сгорели. Нет. Здесь ситуация вот, гореть, тонуть, что у нас еще впереди, я не знаю. То есть власть у нас пока демонстрирует готовность только к разделу бюджетов и каких-то ассигнований из федерального центра. К реальным делам, к экстренным ситуациям власть категорически не готова. Пока высокая вода не пришла еще в Уфу, хотя нам это тоже пророчат, поговорим о ситуации в городе и что тут происходит. На прошедшей неделе, понимая, что улица Комсомольская становится основной точкой напряжения и притчей в языцах в городе, господин Греков устроил выездное заседание, собирание совещания, не знаю там, шабаш-сходку, прямо непосредственно на руинах улицы Комсомольской. Мрачные, грустные чиновники стояли кружком, особенно среди них выделялся господин Абдрахимов, который, значит, с обвисшим лицом на все это дело взирал. В общем, на фоточках это выглядело очень даже смешно. Понимая, что уже целый год как просроченное обещание закончить эту улицу и уже как-то задаются такие настолько обоснованные вопросы к властям города и республики, господин Греков бросил все свои силы на поиски отмазок и оправданий. Мозговой штурм на свежем воздухе дал свои результаты и кучка очень высоко поставленных чиновников нашла необходимое количество отмазок и господин Греков их озвучил. Во-первых, Сергей Николаевич строго нам сообщил о том, что это вам не ремонт, это вам реконструкция, что, видимо, по его мнению, автоматически продляет сроки госконтрактов по исполнению работы. Также Греков с изумлением и назиданием сообщил нам, простым жителям, недоумевающим, в чем же дело. Так вот, сообщил он нам о том, что оказывается, когда начали раскапывать улицу Комсомольскую, там нашли трубы. Ну, вы понимаете, да? То есть, никто не ожидал под землей в городе найти трубы, по которым течет вода, идет газ, там еще провода попадаются электрические, телефонные, телеграфные, какие-то еще, да? Значит, и вот тут с изумлением строители нашли трубы и провода, ну и, естественно, притормозились на годик. Ведь надо же понять, куда они идут, куда вообще, кому это все надо, как это все переносить и надо ли это делать. В итоге, после оглашения вот этих двух грандиозных отмазок, Греков сообщил, что к первому сентября он кровь из носу закончит почему-то улицу 8 марта, а вот судьба улицы Комсомольской до улицы Лесотехникума так и остается неопределенной. Что-то они там такое невнятное бормотали на тему, что, возможно, они возобновят автомобильное движение, но, знаете ли, на хорошо приподнятом автомобиле и сейчас можно по этой улице перемещаться, но я бы не советовал. После вот этих вот жалких отмазок, которые они продемонстрировали, у меня осталось несколько вопросов, и я их, пожалуй, что оглашу. Первый вопрос у меня сугубо бюрократический и хозяйственный. Сергей Николаевич, а вы будете предъявлять претензии к исполнителю работ, который сорвал сроки их исполнения уже более чем на год? Причем претензии, выраженные в деньгах, конкретных, значит, претензиях, компенсациях и так далее. Будете? Или там совсем все в доску свои? Мы же знаем, кто у вас подрядчик по этой улице Комсомольской. Вам, наверное, просто запретили даже пытаться его наказывать? Вот это у меня первый вопрос. Второй вопрос хронологический. Назовите, пожалуйста, дату окончания работ по всей улице Комсомольской в полном объеме. Хватит нам морочить голову вот этими вот выездными совещаниями и страшным лицом Абдрахимова. Скажите дату. Ну и третий вопрос, он научно-философский такой. Какова роль беглого министра Морзаева вот в той ситуации, которую мы наблюдаем на улице Комсомольской? Были ли эти подрядчики его людьми, либо то, как все это сложилось, было просто результатом его бестолковой деятельности? В общем, оценка деятельности Морзаева должна быть дана. Слишком уж загадочное его исчезновение, слишком уж многозначительно он ушел. Ну, давайте либо его догоним и спросим, либо наградим его в спину хотя бы орденом Салавата и Лаева. Из городских новостей еще нужно отметить некие кадровые перестановки, которые все-таки начались в мэрии. Очевидно, что у Сергея Грекова нет кадров вообще от слова совсем. То есть то, что он попытался принести с собой из Ишимбая пару маратов, оказались какими-то подозрительными кадрами, даже с точки зрения спецслужб, которые, ну, в общем-то, никогда не вмешивались в назначение на уровне мэрии Уфы. Но тут, видимо, сделали какое-то предупреждение Сергею Николаевичу. Не знаю, там, в чем уж эти мараты так сильно нагрешили. Но если что, вот прямо про таких незначительных, в общем-то, фигур начали вносить представление спецслужбы. Ну, в общем, я говорю не о вот этих маратах, я говорю о Алине Сулейманове. Алина Сулейманова на этой неделе с треском покинула мэрию. Столько много было перед этим всяких причитаний, прихлопов и притопов. Значит, она там все отказывалась от того, что она покидает мэрию. Судя по всему, цеплялась когтями за косяки дверей. Мы помним, как она с придыханием носила туда-сюда огромный стол, на котором Греков подписывал договор о собственном назначении на пост. Видимо, Алина все-таки пыталась уверить нынешнюю новую администрацию в том, что она сильно нужна. Ей удавалось водить за нос простодушного Ульфата Мустафина, объясняя ему свою нужность. Но здесь как бы появился Сергей Николаевич Греков, который несколько лучше разбирается в прихиндеях. В общем, Алина Сулейманова покидает свой пост, уходит непонятно куда. Очень надеемся, что ее не станут использовать ни по назначению в других сферах управления городом и республикой. Вот эта наша традиция, пристраивать кадры куда-нибудь на теплое место, она, конечно, носит очень опасный характер накопления предельно допустимой концентрации негодяев и бездельников. В сфере управления и потому, надеюсь, что Алина Сулейманова не окажется в числе вот этих пристроенных на теплое место. Судя по всему, в республике Башкортостан появился новый дефицит, который кое-кто кинулся срочно компенсировать. И я говорю о дефиците мракобесия, который неожиданно возник в нашей республике. Казалось бы, надо радоваться. Мракобесия никому никогда не нужна. Но мы живем в каком-то совершенно ином зазеркале. И у нас нужно, оказывается, было восстановить уровень этого мракобесия. И я говорю о двух гендерных мероприятиях, которые прошли в республике Башкортостан в Уфе. И первое из этих мероприятий называлось мужским форумом. Никто не думал и не гадал, что в Уфе оказывается развито некое гендерное движение. Есть какой-то совет мужчин. И, в общем, совершенно фантастические организации. Как мне показалось, ими руководит депутат Государственной Думы Зарив Байгускаров. Хотя могу ошибаться, в общем, где-то рядом с ним все это находится. Вот это вот компания мужчин, совет мужчин. Это вовсе не те мужчины, которые вечерами собираются в гараже выпить пивка и поболтать о хоккее и футболе. Особенно учитывая то, что в нашей республике, в общем-то, уже о хоккее и футболе говорить стало неприлично. Это какая-то скорбная тема. Так вот, это не то. Вот этот совет мужчин, это очень серьезная организация. По крайней мере, так, как она была показана на этом форуме. Эта организация занимается подъемом статуса мужчин в обществе. На форуме мужчин в Уфе выступили и Зарив Байгускаров, и Сергей Греков, мэр Уфы, которые поделились опытом практически неконтролируемого массового размножения и пользы этого процесса для общества и семьи. Весьма, прямо скажем, спорный опыт, особенно учитывая то, что для мужчины вопрос размножения достаточно прост и понятен, а вот для женщины впоследствии это проблемы и заботы и прочее, и прочее. Понятно, что они совместно там в семье и так далее, и бла-бла-бла. Однако довольно экзотично выглядит, в принципе, попытка передать опыт того, как ты родил семь детей, значит, окружающему миру, ну или, в общем-то, поделиться своими эмоциями на сей счет. Второе мероприятие тоже носило отчетливо гендерный характер. Организовало это мероприятие также депутат Государственной Думы Инга Юмашева. Не все знают, что у нас есть такой депутат от Башкортостана. По известным причинам Инга Юмашева практически не появлялась в республике с момента своего избрания до последнего года. В последний год она развела тут бурную деятельность, видимо, ожидая переизбрания на это теплое место. Инга Юмашева замутила круглый стол с участием московских специалистов. И круглый стол этот был посвящен проблемам сексуальной и гендерной атмосферы в республике Башкортостан. Не смейтесь. На полном серьезе московские эксперты и сама Юмашева выразили свое чрезвычайное беспокойство тем, как трансгендеры пытаются уничтожить нашу прекрасную родину. Судя по словам московских спикеров и самой Юмашевой, зловредные страны НАТО, вот этот вероятный противник и ее солдаты, судя по всему, под покровом темноты и тумана засылают в нашу замечательную страну тех самых ужасных трансгендеров. Не особенно вдаваясь в подробности, кто такие трансгендеры, Инга Юмашева с гневом потребовала прекратить это все безобразие, потому что это несет угрозу нашим исконным ценностям. Состав круглого стола был столь экзотичен, что на нем присутствовал даже протеерей Виктор Иванов, который презрел опасность темы вот этих вот бесовских занятий, я имею ввиду трансгендерства, и счел возможным поприсутствовать на этом круглом столе. Протеерей Виктор Иванов не был безучастен. Живо включившись в дискуссию, он потребовал почему-то от Инги Юмашевой пресечь деятельность канала ЮТВ в Уфе и в Башкирии по причине того, что они показывают сюжеты про феминисток и Навального. В общем, конечно, вот это мракобесие, которое нам организовали на прошлой неделе господин Байгускаров и госпожа Юмашева, они, конечно, во многом повеселили нашу публику, ну, здравую, по крайней мере. Мне понравилось, в общем-то, как среагировала на эти два события здравая часть уфимской публики. Мне понравилось, что люди сразу поняли, что речь идет о каком-то абсолютном трэше и каком-то абсолютном мракобесии. Ну и надо, конечно, понимать, что и Байгускаров, и Юмашева проводят все вот эти вот исключительно заметные мероприятия только для того, чтобы начать свою избирательную кампанию. Оба этих персонажа, и Байгускаров, и Юмашева, находятся в зоне риска в плане переизбрания в Госдуму снова. Оба они продемонстрировали свою, в общем-то, функциональную никчемность и потому рискуют не быть включенными в эффективную часть списка «Единой России», а не оба единороссы, а шансов быть избранными по одномандатному принципу у них у обоих, конечно, 0,0. В общем, единороссы кинулись во все тяжкие обсуждать трансгендерство и поднятие статуса мужчин в обществе. Мы обещали расширить географию нашего эфира, наших программ, заняться районами, и вот, собственно, все сошлось одно к одному. На прошедшей неделе мы получили два обращения из двух районов Республики Башкортостан, собственно, практически на одну и ту же тему, но в каждом районе своя специфика. Первое обращение, собственно, обращение не ко мне, а к главе Зилаирского района Борису Николаевичу Мелкоедову, но нам прислали копию. В этом обращении жители просят не допустить сокращения и закрытия роддома в Зилаирском районе, единственного роддома. Они понимают перспективу того, что им нужно будет ездить в Сибай, за много-много километров по очень разбитой дороге. Как они пишут, придется беременным на девятом месяце беременности ехать на Ларгусе в этот Сибай. Во-первых, это существенные деньги, во-вторых, это существенный риск. Причем местные жители живописуют ситуацию так, что действительно передвигаться по дорогам Зилаирского района, это вам не просто так, это действительно риск для жизни. Недавно они пишут о том, что недавно в аварии погибла женщина, которая ехала на гемодиализ в город Сибай, а также попали в аварию дети, которые ехали в школу. Не знаю, насколько достоверно упоминание об этих авариях хронологически и когда они случились, но тем не менее жители Зилаирского района обращаются к Борису Николаевичу Мелкоедову с требованием не закрывать роддом в Зилаирском районе. Тут я должен оговориться, честно говоря, и даже вступиться немножко за Борю Мелкоедова. Тут жители Зилаирского района на самом деле ошиблись адресом. Вовсе не Боря Мелкоедов занимается вот этими вопросами закрытия или открытия роддомов. Он всего лишь глава района. Конечно, он может донести ситуацию до Хабирова, но по сути вот этой пресловутой смертоносной оптимизацией здравоохранения в республике занимается непосредственно Забелин и над ним уже кремлевская система здравоохранения. То есть все, что уходит в Москву. Тут к Боре обращаться бесполезно. Единственная функция, которую он мог бы обеспечить, это внятно и оперативно донести до Хабирова и Забелина на строение жителей Зилаирского района и так далее. Вообще, конечно, к выборам закрыть роддом вот лучше не придумаешь, чтобы хуже было. В том смысле, что жители Зилаирского района воочию убедятся, как о них заботится партия «Единая Россия», закрывая последний родильный дом в районе. Не знаю, как среагируют власти на это обращение. Я в любом смысле сочувствую Боре Мелкоедову, попавшему в такую ситуацию. Если там история вокруг роддома начнет разворачиваться, то она, конечно, получит определенный политический и социальный резонанс в районе. Второе обращение пришло из Архангельского района Республики Башкортостан, из Архангельской центральной районной больницы. Там произошло следующее. Врачи, которые уже вынуждены объединяться в некий профсоюз и противостоять оптимизации здравоохранения, бьют в колокола и сообщают о том, что в ЦРБ закрывается гинекологическое акушерское отделение полностью. Оно было полностью оборудовано. Там действительно было хорошее оборудование. Были специалисты и вторичный персонал, имеется в виду младший медицинский персонал. Оборудование загадочным образом куда-то исчезло. Персонал распущен, санитарок нет. И врачи бьют в колокола и требуют. Три пункта у них требований, я их озвучу. Восстановить акушерское гинекологическое отделение и круглосуточный акушерский пост в Архангельской ЦРБ. Вернуть санитарок и оснащение всего этого отделения. И вот здесь они уже пошли к политическим требованиям. Обеспечить в соответствии с Конституцией Российской Федерации право женщины Архангельского района на качественную доступную медицинскую помощь по месту жительства. Уже, видите, количество переходит в качество. Единая Россия по всей стране и по всей республике судя по всему причастна к тому, что сокращается количество вот этих вот медицинских учреждений и так далее. А их политика была такая. Как только откроется какой-нибудь фельдшерский пункт или какой-нибудь плавательный бассейн, подбегают с флагами всякие Ахмадинуровы и говорят, что это мы построили. А вот когда закрывается больница или фельдшерский пункт, почему-то рядом Ахмадинуровых с флагами не видно. И никто не стоит с табличкой «Мы закрыли больницу» или «Мы закрыли гинекологическое отделение». То, что вот эти требования потихонечку переползают в политическую сферу абсолютно неизбежно. Вот это надо понимать. Люди начинают увязывать происходящее в сфере вот их там медицины, образования, обеспечения первым необходимым. Начинают увязывать с политическими силами. А кто там 20 лет вообще правит в этой Москве, в этом парламенте, в этой Госдуме? Не единая ли Россия во всех ее реинкарнациях? Не они ли все это устроили? Не при них ли начинают закрываться целые роддома и целые акушерско-гинекологические отделения? Вот эта связь, на самом деле, очень характерна только для последнего периода. Раньше вот эти неприятности с партией «Единой России» напрямую не связывались. Теперь сплошь и рядом. Подытоживая вот эту ситуацию с двумя районами, которые, в общем-то, перекликаются между собой, и там, и там вопросы и деторождения, и помощи женщинам, хочется сказать вот эту знаменитую поговорку. Те, кто закрывают роддома, те открывают кладбище. И еще один сюжет из районов. Я с особой осторожностью отнесусь к этой информации, которую мне прислали из Краснохомского сельсовета Калтасинского района Республики Башкортостан. Эта информация будет не в форме утверждения, а в форме предположения вопросов. И вот почему. Потому что она касается очень тонких тем, а именно образования несовершеннолетних детей и обращения с ними в школах. Мы помним вот эту историю, когда, по-моему, в Кумертау учительница там написала на лбу девочке двойку, девочка пошла домой в слезах, в общем, ужасно-ужасно, там разбирала, случилось и так далее. Суть по всему, как по моим предположениям и пока не подтвержденным данным из Калтасинского района, подобная практика широко применяется в области образования в Республике Башкортостан. Я пока не предполагаю, но вполне себе допускаю, что именно Министерство образования в Республике во главе, естественно, с этим самым Айбулатом Хажиным трактует именно так образование и воспитание детей, как написание у них на лбу всевозможных символов. Речь идет о том, что по сообщениям местных жителей подобная история случилась и в средней школе деревни Киебак. Там, предположительно, учительница первого класса написала на лбу мальчика Димы некое слово оскорбительное, которое он не смог стереть и принес домой. Я не знаю точно, было ли это или не было, но, как сообщают местные жители, родители мальчика Димы даже планировали обратиться в правоохранительные органы. Собственно, к чему я веду? Я призываю всех, кто может и причастен к этому, проверить эти сведения. Если они подтвердятся, вот в таком случае надо бить колокола, потому что это уже не первый случай, и нужно задавать вопрос Айбулату Хажину, что творится в вашем ведомстве, почему у вас учителя пишут на лбах, у детей.